И конечно мы знаем, что информационные технологии не стоят на месте, они обновляются, развиваются буквально ежедневно. И теперь мы уже говорим о такой системе, как ГИС ЖКХ. Что это такое и какие возможности она дает собственникам жилых помещений, многоквартирных домов? Об этом нам расскажет Елена Андросова, пресс-секретарь Министерства ЖКХ и Энергетики. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Прежде чем начать, мы хотим вручить вам вот этот браслет. Браслет, вы знаете, наверное, уже, да, не просто браслет, это лотерейный билет, по которому можно 1 апреля выиграть ценные призы, в том числе с рум дома размером 6 на 6. Так что участвуйте в нашем проекте. Спасибо большое. Итак, что же такое система ГИС ЖКХ? Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Это та система, которая позволит обеспечить прозрачность и открытость в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Все поставщики услуг коммунальных, это вот у нас ресурсно-снабжающие, управляющие организации, это ССЖ, должны будут раскрывать свою информацию о лицевых счетах, о начислениях собственников жилых помещений. И с 1 июля 2017 года они должны будут вносить эту информацию, должны будут уже приступить к работе. То есть срок это 1 июля? Да, 1 июля. А вот в рамках перехода на эту систему необходимо привести в порядок расчеты, да, все расчеты за коммунальные услуги, вот как это сделать, как все должно быть? Да, у нас исторически сложилось в республике, в частности в большей степени в городе Якутске, такой порядок расчета, когда у нас собственник приходит оплачивать за жилищно-коммунальные услуги в кассу, приходит с показаниями приборов учета, и ему тут же кассир пересчитывает. Это не соответствует требованиям законодательства. По требованиям законодательства должно быть так, потребитель, собственник, должен снять свои показания приборов учета за текущий месяц, то бишь, грубо говоря, сейчас за март, и передать в управляющую компанию, ну или внести в свой личный кабинет, если он является пользователем электронного ЖКХ, ну или в платежные, ну, платежные агенты, там, Сбербанк, Почта России, любым способом передать эти показания приборов учета, ну, желательно где-то вот в эти числа с 20 по 25. И куда нужно их передавать? И дальше вот кто высчитывает? Ну, в управляющую компанию. В управляющую компанию. И расчет производится за закрытый период, то бишь в конце месяца. А в начале следующего месяца за расчетным, то бишь, например, если сейчас за март закроется, да, мы внесли показания, он закроется, расчет, то мы оплачиваем эти коммунальные услуги уже в апреле, в начале апреля. И каждый месяц так нужно будет сделать? И каждый месяц так, да. То есть надо будет отвердить не только оплачивать, нужно еще будет управляющую компанию данные. Ну, получается, мы уже два раза будем ходить в управляющую компанию. Ну, это необходимо и для корректных расчетов, да, чтобы это было конкретно за закрытый период. Личный кабинет, вы сказали, что существует, да? Можно не ходить, а в личный кабинет с помощью компьютера занести данные. Да, у нас в республике внедрена система Дом онлайн, которая впоследствии будет интегрироваться с федеральной системой ГИС ЖКХ. И есть возможность, если управляющая компания заключила договор, да, по работе с Дом онлайн, у собственников есть возможность оплачивать свои коммунальные услуги в онлайн-режиме. Надеюсь, бы я заключила. А, ну да, но это будет гораздо, конечно, удобнее в таком случае, да? Да, естественно, это и снимает нагрузку с касс. Вот сейчас, по такому порядку, который сейчас, да, у нас сложился, это несет большие нагрузки именно на кассы. Создаются огромные очереди. Ну да, все цветы. Ну, то есть, получается, до 1 июля 2017 года для тех, у кого нет этих приборов, счетчиков на воде, у меня, например, их нет, да, срочно нужно поставить, чтобы потом работать именно по этой системе. Что ж, Елена, огромное вам спасибо за участие в нашей утренней программе. В принципе, мы так вот в двух словах поняли, да, что к чему. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Более подробно вы нам расскажете чуть позже.